Сочи задал высокую планку для хозяев следующей вокальной олимпиады. На курорте завершились всемирные хоровые игры. 36 образовательных учреждений должны быть отремонтированы за каникулы. Обстановку оценил глава города. В ДТП сегодня рано утром погибли два человека. Авария произошла в районе Мамайского перевала. Футбольный клуб Сочи открыл сезон. Возрожденная команда провела свой первый официальный матч года. Всемирные хоровые игры в Сочи признаны лучшими за всю историю проведения этого вокального конкурса. Об этом заявил главный организатор певческой олимпиады Гюнтер Тич на церемонии закрытия игр, которая состоялась накануне. И мы тоже побывали на этом поистине грандиозном празднике. Позади 11 дней певческой олимпиады. Более 100 концертов, конкурсные прослушивания, яркие выступления на городских площадках, мастер-классы и просто теплые дружеские встречи. Всего на играх было разыграно более 350 наград. Россия в медальном зачете на первом месте. У нас 88 медалей. Следом Китай 54 награды. Хоры из Южной Африки завоевали 7 медалей. В последний день всемирных хоровых игр участники, а их было более 12 тысяч, собрались на церемонии закрытия в Людовом дворце Большой. Другие страны могут видеть, что здесь, в России, у нас очень здорово, что здесь нужно проводить такие мероприятия, им нужно собираться. Самое главное, что у нас в России тоже развито хоровое искусство, что у нас тоже крутая страна. Красивая страна Россия и Сочи красивый город. Я бы хотел вернуться сюда когда-нибудь и, конечно, поехать на следующие хоровые игры. Поет сводный интернациональный хор более тысячи голосов. В каждой ноте песни уникальное культурное наследие, творческое богатство сотен народов. Настоящим украшением стал кубанский казачий хор с легендарным «Распрягайте хлопцы коней». Программу закрытия посвятили миру на земле и музыке, которая объединяет народы. Единство наций вне зависимости от языка, религий и континентов. Фестиваль подарил миру новые имена выдающихся и талантливых исполнителей, концертмейстеров, замечательных коллективов. Сегодня мы лучше узнали культуру друг друга, обрели новых друзей в десятках стран мира. Сегодня, когда со многих уголков света приходят вести о трагедиях и терактах, нам, мирным людям, нужна как никогда взаимная поддержка. Мы должны показать всему миру, что мы вместе. Пусть мы говорим на разных языках. У нас разный цвет кожи и разная культура. Но это не похожесть. Это многоголосье лишь украшает наш мир. И вот уже на сцене флаги 36 стран. Столько делегировала свои коллективы на конкурс в Сочи. А всего же в числе участников представители 72 государств. И все, в том числе и главные идеологи игр, отметили безупречную организацию этого крупнейшего песенного фестиваля в Сочи. Это были лучшие хоровые игры, которые мы проводили до сих пор где-либо в мире. Прекрасная организация, дружеская атмосфера и профессиональные отношения сподвигли наш комитет к тому, что мы решили вручить грамоту городу Сочи. Таким образом мы назвали Сочи столицей всемирных хоровых игр. Гюнтер Тич официально закрывает игры в Сочи. Глава города Анатолий Пахомов передает флаг хозяйке следующей певческой олимпиады представителям Южной Африки. Они отмечают, Сочи задал такую высокую планку, что теперь придется очень постараться, чтобы до нее дотянуться. Как и на старте церемонии звучит колокол. Пять ударов, пять континентов Земли, как символ взаимопонимания людей. И снова сводный хор, голоса со всего мира. Звучат всемирно известные шлягеры и популярные хиты. Сочи прощается с главным соревнованием хоров планеты. После такого поистине грандиозного закрытия всемирных хоровых игр и успешного проведения первой певческой олимпиады в России, в Сочи всерьез заговорили о том, что нужно возрождать забытые традиции проведения всесоюзных праздников в песне. Тогда свой хор был у каждого санатория, был даже хор таксистов. Но пока ближайшая задача – сформировать крепкий коллектив для участия в следующих юбилейных всемирно-хоровых играх. Они в 2018 году пройдут в Южной Африке. Ольга Десятого, Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Зампред правительства поддержал механизмы, предложенные Краснодарским краем в борьбе с самостроями. Дмитрий Казак и губернатор Вениамин Кондратьев сегодня проинспектировали незаконные стройки в Сочи. Проблема стоит остро не только в Олимпийской столице, а во всем регионе, заметил Кондратьев. Поэтому от края на федеральном уровне было внесено предложение предоставить муниципалитетам возможность контролировать строительство зданий до трех этажей и площадью меньше полутора тысяч квадратных метров. Вениамин Кондратьев также добавил, что недобросовестные застройщики за свой счет должны сносить то, что возвели. Дмитрий Казак заявил, что работа по борьбе с самостроями будет продолжена на федеральном уровне. Орлята смогут плавать в Сочи и Крыму. У Всероссийского детского центра «Орленок» появился собственный скоростной катамаран. Его будут использовать для морских экскурсий детей. Двухпалубное плавсредство в длину достигает 40 метров и разгоняется до 34 узлов, то есть примерно до 64 километров в час. Вместимость катамарана – 300 пассажиров. На вручении подарка присутствовали вице-премьер Ольга Голодец и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Вы стоите у самого выхода в Черное море. И мне кажется, такой подарок очень нужен Орленку. Теперь вы за несколько часов сможете доплыть, дойти, как говорят мореходы, до Сочи и Новороссийска. Вам теперь все по плечу. В добрый путь! Исполнилось 56 лет Орленку. Но Орленок по-прежнему молодой. И очень отрадно, что сегодня вновь в нашей стране становится престижным быть отличником, активистом, престижно быть патриотом. Я уверен, вам предстоит делать будущее нашей великой страны. Ну, а что касается подарка, безусловно, Ольга Ильина правильно сказала, благодаря этому катеру, теперь вы, как орлята, сможете не только летать, но и плавать, но и ходить, как говорит, по воде. Зампред правительства и глава региона оценили катамараны и внутри. Были приятно удивлены комфортабельностью салона. Везде установлены системы кондиционирования и панорамное остекление. Ольга Голодец и Вениамин Кондратьев также осмотрели территорию детского лагеря Орленок, его новые строящиеся объекты. Учебно-тренировочная база профессионального мастерства появится в Анапе. Ее создадут на территории Всероссийского детского центра «Смена». Лагерь посетили Ольга Голодец и Вениамин Кондратьев. Новая площадка станет одной из основных в России для подготовки экспертов и участников соревнований под эгидой WorldSkills. Это движение направлено на повышение престижа и качества рабочих профессий. Вице-премьер и губернатор края пообщались с членами национальной сборной WorldSkills Russia. По словам Вениамина Кондратьева, в регионе сейчас не хватает профессиональных рабочих рук. Поэтому их подготовка – один из приоритетов в направлении образования. Я хочу от своего имени поблагодарить президента Российской Федерации, правительство Российской Федерации, Ольгу Ирину Голодец, лично за такое неустанное внимание к рабочей профессии. Как губернатор я могу сказать, что сегодня в субъектах Российской Федерации дефицит рабочих профессий налицо. И я благодарен им, что они возрождают сегодня вот этот престиж. Престиж рабочей профессии. Рабочая профессия, как бы мы ни говорили, это основа любой экономики. Краснодарский край примет у себя и следующий национальный чемпионат WorldSkills Russia. У нас теперь существует конкурс на то, где будет проходить национальный чемпионат. Конкурс проходил в прошлом году, и мы разыгрывали три года вперед национальные чемпионаты. И Краснодарский край в ожесточенной борьбе выиграл это право. Также в детском лагере «Смена» появился и собственный спортивный комплекс с 50-метровым бассейном. Он позволяет готовиться по основным олимпийским водным видам. 36 образовательных учреждений города за время летних каникул должны быть отремонтированы. Такая задача стоит перед местными меценатами, шефами сочинских школ и детских садов. В одних работы уже завершены, а в других опекунный рабочий процесс еще не начинали. Обстановку накануне оценил глава города, объехав дошкольные учреждения, нуждающиеся в ремонте. Расскажет Инга Габешия. Несмотря на то, что по календарю каникулы, для отрасли образования лето – самая напряженная пора. Школы, сады, учреждения дополнительного образования готовятся к приему своих воспитанников. Большинство образовательных организаций в этом году ремонтируются за счет муниципалитета. А вот за 36-ю закреплено 58 шефских организаций. Да, конечно, мы готовимся к озеням зимнему периоду. Мы ремонтируем систему отопления, наши собственные котельные. Шефская помощь – это прежде всего ремонт фасадов, кровель, санузлов и благоустройство территории. Без шефов мы не смогли бы достойно справиться с подготовкой к новому учебному году. Большое спасибо всем социально активным нашим партнерам. В целом, практика шефской опеки над образованием в Сочи работает уже восьмой год подряд. За это время местные предприниматели, кстати, большая часть которых – единороссы, отремонтировали школы и сады на сумму в 300 миллионов рублей. Шеф детсада номер 6 – сочинский мясокомбинат на завершение работ по ремонту фасада в этом году выделяет 300 тысяч. Приводить его в надлежащий вид начали еще в прошлом году. К первому сентября вопрос внешнего вида здания будет закрыт. У нас очень большой коллектив, почти 1600 человек работает. Естественно, там и мамы, и бабушки. От того, как устроены их дети, соответственно, родители спокойны, и повышается производительность труда, и родители не переживают за своих детей. Поэтому, естественно, что отношение самое положительное к этому вопросу. А вот в Юнге, это 110-й детский сад, вопросов намного больше. Одно из проблемных учреждений дошкольного образования требует капитального ремонта. Только веранды здесь еще с 80-х годов. Здесь надо и фасад отремонтировать, да и группы нуждаются в ремонте. И мы сегодня знаем, что туроператор «Библиоглобус» выделяет около 2 миллионов рублей для того, чтобы этот детский сад привести в надлежащий вид. Вообще в городе Сочи сложилась очень хорошая традиция шефства над детскими дошкольными учреждениями и школами. В основном это единороссы. И мы им благодарны за то, что они сейчас ведут активную подготовку к новому учебному процессу. Генеральный директор «Библиоглобус» Александр Тугалуков подтвердил шефство над 110-м детским садом. Опекуном юнги в скором времени может стать и крупный застройщик, который по соседству с садом строит жилой комплекс, а в процессе разбивает дорогу. Глава города обратился к бизнесменам с предложением вспомнить о социальных обязательствах застройщиков и помочь с ремонтом дошкольному учреждению. Тем более, что юные жители строящегося дома – потенциальные воспитанники 110-го детсада. Обращаясь же к руководству садика, мэр отметил, что многие недоделки здесь можно ликвидировать и самостоятельно. Сам же муниципалитет сейчас активно готовится к началу строительства новых учреждений образования. Первые на очереди – детский сад в ЛАО и школа в Беранде с пристройкой для дошколят. Новые метры взамен старых. В Сочи программа по переселению из Ветхого. Жилья работает с 2012 года. За это время в новое жилье въехало 946 сочинцев. Сколько горожан получат новой квартиры в этом году узнала Елена Овсецина. Екатерина Бек живет в этом ветхом доме на улице Инжирной с рождения, как и ее родители. А получали здесь жилье в далеком 51-м ее дедушка и бабушка. С тех пор дом ни разу не ремонтировался. Экспертиза признала его аварийным. В доме 10 квартир, 51-го года. В доме изначально нет ни горячей воды, ни душа, ни ванны, отопление печное. Уже полдома расселено. Екатерине повезло. Предложили жилье в соседнем микрорайоне на Мамайке. Туда сегодня она и отправилась вместе с нашей съемочной группой. Нравится и район недалеко от прежнего жилья и новостройка впечатлила. Сегодня Екатерина впервые перешагнула порог пока еще строящейся квартиры. Три изолированные комнаты, большие коридор и кухня. Впечатление хорошее, приятное. Вид потрясающий. Я думаю, хорошо, что сохраняется зеленая зона. Мы рады, что это свершилось. В этом году администрации города приобретено 5650 квадратных метров. Запланировано приобрести еще 6341. В этом году расселяется 12 аварийных домов. Ждут новоселье до конца года 343 человека. Согласно региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, жители получают квартиры, как говорится, метр в метр. Ну, не всегда получается, естественно, метр в метр. Немножечко получается улучшение жилищных условий. Однако, что касается стоимости изымаемой квартиры и стоимости предоставляемой, здесь, естественно, происходит улучшение жилищных условий, увеличение стоимости жилья. Программа переселения из ветхого аварийного фонда в новое жилье продлится до 1 сентября 2017-го. За это время, благодаря администрации города, новоселами станут еще 477 сочинцев. В ближайшие сутки в Сочи ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, усиление ветра. Не исключается подъем уровня воды в реках, сход сели. Все экстренные службы города переведены на усиленный режим работы. На реках дежурят мониторинговые группы специалистов. И в случае возникновения ЧС нужно звонить с мобильного по телефону 010. К другим новостям. Во вторник, 19 июля, газа не будет в районе Краснодарского кольца и в поселке Догомыс. Специалисты Сочи Горгаз проведут там плановые ремонтно-профилактические работы. На период работ с 8 до 17 часов будет временно приостановлено газоснабжение улиц Голенева, Краснодарская, Поперечная, Туманяна, Чавчавадзе, Бабушкино, Ежевичное, Ватумское шоссе, Спондаряна. Просьба к потребителям проверить наличие действующих договоров на техническое обслуживание внутриквартирного оборудования. Без них повторный пуст газа будет невозможен. В целях безопасности и для более быстрого подключения домов необходимо перекрыть краны перед газовыми приборами. В Сочи продолжаются масштабные субботники. По поручению главы города Анатолия Пахомова в минувшие выходные они прошли в Адлерском и Хостинском районах. Помимо сотрудников администрации, мупов и управляющих компаний в работе приняли участие и местные жители. Основные силы были брошены на благоустройство придомовых территорий микрорайона Бытха. Эти дома бывшего совета курорта на улице Девноморской построены в 50-х годах прошлого века. Не так давно они были переданы Сочинскому муниципалитету. Такой уборки здесь не видели около 30 лет, признаются старожилы. Проезжая часть превратилась в настоящие джунгли. Разросшиеся пальмы мешали солнечному свету проникать в окна. Без помощи городских властей расчистить эти участки вряд ли бы удалось. У нас привлечено 46 человек сегодня. Два КАМАЗа работают, один трактор, спильщики. Мы приводим, как говорится, улицу в порядок. Объявили сегодня субботник и для местных жителей. Но, к сожалению, немного у нас сознательных людей, да. И меньшая часть буквально вышла на помощь приводить свои дворовые территории в порядок. И все-таки маховик равнодушия медленно, но верно начал снижать свои обороты. Активность местных жителей – это всего лишь вопрос времени, уверены работники администрации и активисты ТОСов. Самое главное – подать хороший пример. И мотивировать людей самим себе задать вопрос – если не я, то кто? Для нас это абсолютно нормально, потому что мы выходим работать практически каждый день. И поливаем, и убираем, и сажаем, и цветы, и порядок наводим. Потому что хочется же, чтобы у нас на районе было красиво. Жильцы стали принимать непосредственное участие. Потому что и глава города, и глава района постоянно призывают их к этому. И, естественно, положительные результаты уже имеются на лицо. Но хотелось бы получше, чтобы, кстати, основная масса людей выходила. Ну, хотя мы и этом рады пока. То есть есть движение. Раз надо – значит надо. Раз грязно – значит надо убирать. Дома мы тоже делаем генеральные уборки. Поэтому ничего страшного в том, что мы вышли и на субботник нет. Только за. Только за один день из микрорайона Бытха было вывезено более 50 кубометров мусора и обрезанных веток. Ведется очистка 16 придомовых территорий. Конечно, если бы на уборку вышли все жители, результаты были бы совершенно иные. Но и это неплохо утверждают в администрации. А для того, чтобы процесс уборки был максимально эффективным, власти разработали целую систему стратегического планирования. В каждом районе у нас есть где 5, где 6 заместителей глав. Все они будут более четко закреплены за городскими территориями своих районов. У них будут приданы им люди, которые будут закреплены за каждой улицей, за каждым проулком, за каждым перекрестком. И мы надеемся серьезнее наладить эту работу, чтобы город Сочи заблистал еще больше. Работа по проведению субботников в Сочи не будет останавливаться ни на день. Городские власти призывают местных жителей активно участвовать в наведении порядка на своих придомовых территориях. Ведь в конечном счете это в интересах самих же горожан. Ну и, конечно, народную мудрость чисто не там, где метут, а там, где не ссорят, пока еще никто не отменял. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. В Сочи в ДТП сегодня рано утром погибли два человека. Авария произошла в 3.50 на федеральной дороге в районе Мамайского перевала. По предварительным данным, автомобиль Volkswagen двигался в сторону Дагомыса вместе с «Ладой Калина». Из-за технической неисправности водитель иномарки припарковал автомобиль у обочины. Помочь разобраться с поломкой вызвался знакомый водитель «Лады Калины». В это время Volkswagen врезался Hyundai. От удара Volkswagen продвинулся вперед и столкнулся с «Ладой Калиной». У меня сбила моя машина, бросила назад, встал, встал. Помню, что было, помню, что уже лежит девушка. Машина здесь, в геномика аварии. Из нее вышел человек. В ДТП погибли водитель и пассажир Volkswagen, жители Стаброполия, 27-летний женщина и мужчина. В момент столкновения в Hyundai находились три человека. По предварительным данным, и водитель, и пассажиры могли находиться в состоянии опьянения. Все они задержаны и доставлены в медицинское учреждение для освидетельствования. По факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. И также в ходе проверки будет установлено, кто из данных лиц находился за рулем автомобиля Hyundai Solaris. В Сочи стало больше бухгалтеров, юристов и менеджеров гостиничного сервиса. Около 70 специалистов выпускает Кубанский юридический колледж. Практически все выпускники уже трудоустроены и готовы работать на благо города. Накануне они защищали свои дипломные работы. Лекции, семинары, учебные будни с перерывами на творческие капустники уже позади. Выпускники Кубанского юридического колледжа получили все необходимые знания и теперь получают заслуженные дипломы по трем специальностям. Мариами Абдуад за три года изучала экономику и бухгалтерский учет. Подробно познакомиться и разобраться с понятиями дебиторской задолженности, активно-пассивного счета, внеоборотным активом, а также оборотно-сальдовой ведомости и другими терминами ей помогали квалифицированные педагоги колледжа и специалисты во время прохождения практики в одном из городских предприятий. Итоги полученных знаний отражены в дипломной работе. Колледж предоставил нам пройти практику преддипломную на предприятии. Затем уже дали время для того, чтобы мы поработали над дипломной работой. Это заняло около месяца. И сегодня мы уже готовы на все. Колледж дал большую базу для того, чтобы уже точно стать на ноги, крепко и поделиться с тем, что мы хотим. Помимо экономики и бухгалтерского учета, дипломы защищали также по правоохранительной деятельности и гостиничному сервису. Выпускается по три группы каждой специальности. Это в порядке 70 человек. Тема дипломных работ устанавливает Министерство образования на основании государственных стандартов. И хочется отметить, что все дипломные работы студенты выполнили на хорошо и отлично. Это, конечно, большое спасибо базам практики. В учебном процессе большое внимание уделялось практике и профилю в специальности. Студенты посещают ведущие предприятия города, с которыми сотрудничает Кубанский юридический колледж. Таким образом, они могут выбрать для себя подходящее место работы. 80% выпускников уже трудоустроены и планируют продолжить обучение в вузах. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Футбольный клуб «Сочи» открыл сезон в эту субботу. Возрожденная команда провела свой первый официальный матч года. В рамках одной 256-й финала Кубка России команда из города-курорта встретилась с футболистами клуба «Чайка» из Ростовской области. Спортивное событие вызвало большой интерес. На трибунах собралось более 3,5 тысяч болельщиков. До начала игры были подведены итоги конкурса на лучшую фанатскую речевку о футбольном клубе «Сочи». Ее авторы получили подарок от клуба «Сертификат на уикенд в горах». Город готовится принимать уже в следующем году Кубок конфедераций, потом пойдет чемпионат мира 2018 года. Поэтому я думаю, что тема футбола, она сегодня для «Сочи» очень актуальна. Право разыграть первый мяч в сезоне было предоставлено почетным гостям церемонии. Что касается игры. В первом тайме хозяева владели преимуществом, создавая куда больше опасных моментов, однако всякий раз сочинцев подводила реализация. Не улыбнулась удача и во втором тайме. А вот гости одну из своих редких контратак использовали по максимуму, заработав пенальти. Игрок «Чайки» Эдуард Лусякян хладнокровно пробил в девятку без всяких шансов для нашего вратаря. 1-0 «Чайка» празднует победу. Футбольный клуб из Ростовской области проходит в следующую стадию Кубка России. Сочинцы выбывают из турнира и теперь сосредоточат свои силы на чемпионате страны. Первая игра в зоне юг 2-го дивизиона у дружины из города-курорта намечена на 29 июля. Предстоит гостевая встреча с командой «Краснодар-2». И в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Ольга Десятого.